МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 3,5% снизились реальные денежные доходы казахстанцев. Кроме того, численность безработных по оценке в феврале 2016 года составила 456,5 тысяч человек. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных на конец февраля текущего года составила 65 900 человек, или 0,7% численности экономически активного населения. Вместе с тем, индекс потребительских цен в феврале 2016 года по сравнению с декабрем 2015 составил 102,5%. После открытия границы Казахстан намерен экспортировать в Китай 50 тысяч тонн говядины в 2017 году. В настоящее время ведется работа по согласованию ветеринарных сертификатов по техническому аудиту казахстанских предприятий, которые намерены поставлять говядину в Китай. Эта работа продлится не менее, чем в течение пяти месяцев. В прошлом году Китай импортировал 300 тысяч тонн говядины. Буквально пять лет тому назад они импортировали 23 тысячи тонн, то есть в течение пяти лет в десять раз увеличился импорт. Требования китайской страны к качеству мяса и его упаковке станут хорошим стимулом для развития казахстанских производителей мяса, уверены эксперты. Между тем, импортеров мяса обложили штрафами на сумму в 500 миллионов тенге. Как заверил глава Мясного союза Казахстана, предприниматели вначале освободили от НДС, а затем выставили неподъемные штрафы. Минсельхоз давно и упорно делает все возможное, чтобы поддержать отечественных аграриев в сфере животноводства, однако другие госорганы облагают их колоссальными штрафами, что парализует всякую предпринимательскую деятельность и инициативу. Зачастую льготные кредиты и субсидии государству буквально нивелируются огромными штрафами со стороны того же государства. Только одна компания, импортер мяса, должна выплатить порядка 30 миллионов тенге, когда годовой фонд заработной платы в этой компании составляет ровно такую же сумму – 30 миллионов тенге. Выходит, предприниматель не должен платить зарплату своим сотрудникам целый год, а потратить эти деньги на штраф. Вместо того, чтобы поддержать отечественных производителей, нам дополнительно выставили почти 3 миллиона долларов по старому курсу. Я понимаю, что это может быть связано с дефицитом бюджета, но это не должно идти за счет сельхозтоваропроизводителей. Казахстан возобновил экспорт электроэнергии в Россию. Сегодня будет включен в работу второй энергоблок «Экибастузской ГРЭС-2» и осуществляется поставка казахстанской электроэнергии для российской энергосистемы. Ожидаемый объем экспортируемой электроэнергии в 2016 году составит 1,8 миллиарда киловатт-часов. Взаимовыгодные соглашения, заключенные между крупными субъектами оптового рынка электроэнергии Казахстана и России, обеспечат валютные поступления, дополнительные объемы производства, услуг и доходов. Ввоз рыбы в Россию сократился почти в два раза – с 1 миллиона до 555 тысяч тонн. Эксперты подчеркивают, что соглашение доли импорта и наращивания объемов промысла – стратегическая задача отечественных рыбопромышленников. Отечественная рыба становится все менее доступной, и в этом году она может заметно подорожать в случае нового повышения налогов на рыболовную отрасль. В октябре прошлого года президент Владимир Путин дал поручение правительству до 1 июля внести в Госдуму законодательное предложение об увеличении ставки сбора за пользование водными биоресурсами с 15 до 100%. Если правительство заставит платить еще по 3-5 рублей за 1 килограмм вылова, треска подорожает на 2-3%, а селедка – на целых 15. Мясо из Кыргизии не может попасть на рынки стран Евразийского Союза. Страна производит около 270 тысяч тонн мяса в год, а потребляет только 236 тысяч. Логично, что излишки должны идти на экспорт к ближайшим соседям. Однако из всех производителей мяса разрешение на поставки в ЕАЭС имеет только 17 предприятий. На границе с Казахстаном до сих пор не снят ветеринарный контроль. Все дело в том, что кыргызские лаборатории все еще не имеют права выдавать документы, которые гарантируют безопасность мясной продукции по нормам ЕАЭС, а вынуждены должны получать сертификаты в Казахстане или России. Пока из 62 показателей мясной продукции лаборатории Кыргызстана могут проверять только по 22. Сирийская компания обошлась России в 38 миллиардов рублей. За 160 дней военной кампании в России стоимость одного дня операции могла вырасти почти в полтора раза. При расчетах учитывались затраты на боевые вылеты, зарплаты и суточные содержания военных, доставку грузов, а также расходы на транспорт. Ранее сообщалось, что Москва потратит на военные действия в Сирии в 2016 году не менее 1,2 миллиарда долларов или 3 миллиона 280 тысяч долларов в день. Основная часть военных расходов пришлась на боевые вылеты. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и российскими вооруженными силами в Сирийской Арабской Республике, в целом выполнены. При участии российских военных, при участии российской военной группировки, сирийским войскам и патриотическим силам Сирии удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом и овладеть инициативой практически на всех направлениях. Белорусы отказываются от импорта. Внешнеторговый оборот товарами Белоруссии за январь снизился к аналогичному уровню 2015 года на 16% и составил 3 миллиарда 216 миллионов долларов. Снижение на 21% отмечено в экспорте товаров. Со странами СНГ товарооборот сложился на уровне 1 миллиарда 790 миллионов долларов. При этом экспорт уменьшился на 28,5%. Импорт со странами Евросоюза сократился почти на 14%. Грузия увеличила поставки вина в Россию. Эксперты связывают это с общим ростом потребления вина в стране. В первые два месяца прошлого года было поставлено около 1 миллиона бутылок, сейчас 2,5%. В 2006 году было введено эмбарго на поставки грузинской продукции в Россию. Запрет действовал 7 лет, однако это не помешало России вернуть звание крупнейшего покупателя грузинского вина. Сегодня россияне увеличили потребление примерно на 7% в год. Местное производство растет при этом на 3-5%. Согласно прогнозам, через 10 лет Россия поднимется с нынешнего седьмого места на шестое по количеству выпитого вина, опередив Великобританию. Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в диапазоне 0,25-0,5%. При этом ФРС довольно заметно снизили оценки как по дальнейшему развитию американской экономики, так и по прогнозируемому ужесточению монетарной политики в текущем году и в 2017-2018 годах. Ожидается, что в ближайшей перспективе инфляция будет оставаться на низком уровне, отчасти из-за уже произошедшего снижения цен на энергоносители. При этом в среднесрочной перспективе временный эффект от снижения цен на энергоносители и импортных цен сойдет на нет, и ситуация на рынке труда продолжит улучшаться. Немецкий бизнес не желает брать на работу мигрантов. Шесть месяцев назад, когда сотни тысяч мигрантов хлынули в страну, бизнес-сообщество и ряд компаний были одним из самых ярых сторонников либеральной позиции правительства по вопросам миграции. В теории Германия идеально подходит для одного миллиона человек, основная часть из которых – молодежь. Все они прибыли в страну в прошлом году. В стране наблюдается быстрое старение рабочей силы. Из всех граждан старше 15 лет и выше возраст третий сейчас превышает 65 лет. В стране низкий уровень безработицы и достаточно вакансий во многих отраслях промышленности. Рынок труда в Германии насчитывает сейчас свыше одного миллиона вакансий, согласно данным Федерального агентства занятости. Пять из шести предназначены для профессиональных рабочих. Тем не менее, профессиональную подготовку прошли лишь треть мигрантов. Американские инвесторы выводят капитал из Европы. Скептицизм может сохраняться до декабря, учитывая, что инвесторы шокированы тем, что акции упали на 20% за два месяца. Даже перспективы увеличения стимулов после заседания Европейского центрального банка на прошлой неделе практически никак не способствовали снижению рисков, как и не успокоили инвесторов из США, не желающих возвращаться обратно на региональный рынок. «Мы не хотим вновь оказаться на минимумах февраля. Это уже пройденный этап, однако нам нужны свежие новости. Мы по-прежнему надеемся, что для еврозоны настанут лучшие времена, потому что на данный момент информация, касающаяся уровня дохода, остается неутешительной», — сказали американские бизнесмены. Рост ВВП Туркмении, крупнейшего экспортера природного газа в Центральной Азии, в 2015 году замедлился до 6,5% с 10,5% годом ранее. Международный валютный фонд ожидал замедления роста ВВП Туркмении до 8,5% из-за снижения выручки от экспорта газа и сокращения государственных инвестиций. Туркмения продает газ Ирану и Китаю, последний из которых является крупнейшим покупателем и кредитором. Китай ежегодно закупает около 30-35 миллиардов кубометров туркменского газа. Небольшие объемы покупает соседний Иран. В начале прошлого года президент поставил задачу вывести объем добычи газа на уровень не менее 84 миллиардов кубометров, из них 48 миллиардов, для экспорта. Итоговые данные пока не обнародованы. Каждому работнику Порше обещали премию в 9 тысяч евро. Руководство немецкой марки заявило, что 2015 год стал самым успешным в истории автопроизводителя. В прошедшем году Порше удалось реализовать 225 тысяч 121 автомобиль на 19% больше, чем годом ранее. Годовой доход компании «Чистая выручка» выросли на 25%, до 21,5 миллиардов и 3,4 миллиарда евро соответственно. В компании уточнили, что премию в 8,9 тысяч евро получит весь штат автопроизводителя, который насчитывает около 15 тысяч 600 человек. Кроме того, сотрудники немецкой марки получат прибавку к пенсии размером в 700 евро. Продолжение следует...